Всем привет, дорогие друзья! Вы на развлекательном канале S&G. Меня зовут Слуцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру тренера в игре FIFA 15 за Зенит Санкт-Петербург. У нас матч второй. Второй матч в Лиге Чемпионов. Играем мы дома против Бенфики. Предыдущая встреча против немецкого Байера закончилась для нас с победой. Мы идем на первом месте после первого тура в нашей турнирной таблице в Лиге Чемпионов с тремя очками. Потому что Бенфика с Монако сыграли в ничью и имеют по одному баллу. Выигрываем мы сегодня и получается, что... Ну так, серьезная такая заявка на выход из группы. Напомню, что у нас травмирован Хави Гарсия. И из-за этого у нас сейчас будет играть Павел Могилевец. Это испытание для него. Но будем надеяться, что молодой воспитанник из Кингисеппа справится с волнением и покажет свои лучшие качества сегодня против португальцев. Киржаков, Дани, Шатов, Халк, Витцель. Да, Рандон в запасе. Ну-ка, сейчас еще глянем. Да. Действительно, Рандон сейчас у нас в запасе. Кто еще может усилить здесь? Конечно же, это Велота, Аршавин и Рандон. Эти трое ребят будут у нас на усилении игры. Ну а в старте, как я и говорил, что Киржаков в последних матчах конкуренцию у Соломона Рандона выиграл. Ну что ж, Зенит, Бенфика, друзья. Ох, будет горячо. Так, Олег Шатов, ну давай. Что ты у нас можешь? Сбил пару поребриков или как это? Препятствий, короче говоря. Но задание-то выполнил. Насколько я понимаю. Да-да-да-да-да. И опять, вы посмотрите. Вы посмотрите, болельщики. Выложили наши цвета на трибунах. Круто выглядит. А если бы был большой стадион? Никакой Юрий Розанов и Василий Соловьев, конечно же, не комментируют. Комментирую для вас и я, как всегда. Ну и показывает нам Могилевца, Халка. Да, действительно, для Павла этот матч во многом определяющий, чего он на данный момент стоит. И готов ли он играть в Лиге Чемпионов в стартовом составе. Состав Зенита на ваших экранах. Мы его все знаем, поэтому даже тут комментировать нечего. Очень надеемся на линию обороны. Гарай, Ломберт, Смольников и Кришета должны, должны сегодня показать свой класс. Ну и состав Бенфики. Жулио Сезар на воротах. Вот даже так. Это тот самый? Тот самый Сезар? Да ладно. Луизао, Жордел, Перейра, Эльзео, Фейша Перес, Гайтан, Лима, Хонас, Сальвио. Состав очень неплохой, ребят. И они нам могут создать много проблем. Эсиквиль Гарай. Очень много от него сегодня зависит. Игра в обороне. Действительно. Он сейчас там главный. Ну и обслуживать сегодняшний матч будет Хавьер Агуйлар Рамирес. Бенфика разводит мяч в центре поля. Игра началась. Перес. Сразу идет вперед. Борьба. Лима. Макелевцы сразу прошел. Ой-ой-ой, опасно. Навес на дальнюю штангу. Какой наброс. И первая же атака заканчивается голом в наши ворота. Идеальная была подача. Ладыгин тут не прыгнул. Старая проблема вратарей. Ну и этот самый Джонас Хонас, как его там, забивает нам. Выводя Бенфику вперед. 1-0. Вот так начало. Сальвио. Против Макелевца. Надо встречать, Паша. Надо встречать. Гарая проходят. Так. Ужасное начало матча. Надо собраться. Ладыгин. Давай-ка ты. Будешь у нас тащить все-таки. А игроки будут играть нормально. Макелевец. Киржаков. Ну давай, Саша. Тебя не зря выпустили. Доказывай. Доказывай, доказывай. Доказывай, что ты сильнее Рандона сейчас. На данный момент ты сильнее Рандона. Киржаков. Какой проход. И если бы там подобрали мяч сейчас игроки Зенита. Могло быть все еще лучше. Так. Сальвио идет сам. Ни с кем не делится. Элизео. Пас. Здесь Халки. Смольников. Смольников отобрал. Дани. Сразу вперед на Киржакова. Дальше Вицель. Возвращал мяч Александру. Но был перехват. Да. У Джонаса уже два удара было. И один он реализовал. Забив мяч. И цель. Пяточкой. Неплохо. Дани. В одно касание. Ужасный удар. Ужасно неточный. Удар от ворот. Но вот уже что-то. Уже что-то. Сейчас. Нужно. 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 Так же действовать. Жулио Сезар. Кажется, это не тот. Сезар. Не из сборной Бразилии. Это ведь не он. Сальвио. Что будет подавать? Какой наброс они сделали, да, в прошлый раз? Очень точно так. На голову. Ничего с ним нельзя было поделать. Прессинг идет. Вицель. Отбирает мяч. И вперед. Вперед нужно играть. Киржаков. Вицель. Забросный. Плохой заброс. Киржаков подкатия. Да. Какая... Возможность сейчас была. И Вицель разогнал контратаку. Плохо, что она так завершилась неудачно. Могилевец. Мигель Дани. Ошибается капитан. И свободная зона Лима против Ломберца. Заброс. Мольников, играй. Опять эта диагональ, с которой они справились впервые. Раз. Гайтан. Горай. Не успевает. Да. 0-2. Я чую, все идет к первому поражению нашему друзьям. Бенфика нас переигрывает. На 22-й минуте 0-2. Все наоборот. В реальности было совершенно... Наоборот. Во-первых, играли на стадионе Бенфики. Во-вторых, Зений дважды забил. В начале встречи. Но, хоть у нас удаления вратаря не было. И то ладно. О, Кришта. 0-2. Так легко. Ладыгин там выручил, но добивание. И получайте. Второй мяч. Шатов упал что-то. Перейра. Не узнаю я команду в этом матче нашу, честно говоря. Где отборы? Где перехваты? Лима. Вицель. Нет. Все проскакивают мимо почему-то. Перейра. Пяткой. Но здесь Могилевец. Может быть, кстати, Гарсии не хватает. Вицель. Сразу на Халка. Халк. Элизео тут прочитал. Халк подкараулил ошибку. Ну, грамотно все. Сальвем. Перехват от Криши. Там как-то у нас действительно не хватает здесь игрока. Неужели Могилевец неправильно располагается и теряет свою зону? Из-за этого получаются вот такие опасные атаки у португальцев. Сальвем. Могилевец. Вот. Отлично сыграл. Халк сам пойдет. Сыграл с Могилевцем. Дальше Вицель. Ну, что за пасы слабые такие? Могилевец. Увидел Киржакова. Александра опередили здесь. И там... Ага, судья корпус поставил. Вицелью. Не дал перехватить тому мяч. Ну, а Александру Киржакову Луизао помешал. Опытный защитник. Лима. Подача. Так, еще такой гол я не хочу пропускать. Еще один похожий. Так, 0-2. Надо что-то делать. Смотри. Пытается перекрывать, но нет. Владыгин играет на Смольникова. Павел Могилевец получит мяч. Получает Шатов. Пас на Киржакова. Киржаков. Корпус ему ставят. Но Александр до конца борется. Браво. Все равно не позволили ему пройти, конечно. Но за старание я бы не успею. Цель. Что за пас? Куда? Кому? Перес. И цель догонит. Догоняет. Горай. Сыграл головой. Киржаков. Прием мяча не очень хороший получился. Шатов. Дани. Халк на фланг уходит. Скорости хватит здесь. Халк. Бразилец. Передача вдоль ворот. И ударить. На крылья. На Дании паста. Хороший был. Но ногу не успел поставить португалец. Киржаков. Шатов. Догоняй. Догоняй. Олег. Догоняй. Почему остановился? Непонятно. Гелерис в подкате не достает. Почему зону оставляете? Киржа-то оставил зону сейчас. Огораю. Приходится его подстраховывать здесь. Благо, что справился. 0-2, друзья. 0-2. В первом тайме. Такого мы еще не получали. Ни от кого. Минфика хороша здесь. Аккуратно. Вставай. Огорай. Не успевает. Вицель пролетает в подкате. У-у-у. У-у-у, ребят. Разваливаемся на глазах. 0-3. Энсо Перец. Перец, блин. Перец, конечно. Так. 4-3-3. Так. Где там та тактика, которая? Нет. Тоже не то. По идее, вот она. Да. Это сверх атакующий состав сейчас будет. Сами понимаете, но... Что нам делать? Аршавин, выходи. Велота, Дани, Вицель, Аршавин, Кижаков, Халк. Все, в принципе, в атаку могут идти. Ни одного опорного, фактически. Сейчас можем получить еще, но... Надо рисковать. Какой смысл? Какой смысл отсиживаться? Аршавин выходит вместо Шатова и... Велота вместо Могилевца. Мы идем в суператаку. 0-3. Летим. Первый тайм закончен. Вот тогда. Неожиданность. Офигенская неожиданность. Но такое бывает. Байер с Монако играют в ничью. Так, поехали. Еще и разница мячей же может потом повлиять. Смольников на правом фланге. С Халком играет. Дальше Вицель. Заброс на Кижакова. Александр. Александр! В подкате, как защитник, сыграл. Кижаков разворачивался уже. Был готов завершать атаку. Смольников. Велота. Вицель. Пас Дани. Кижаков. Александр снова опередили. Но хотя бы он здесь успел. Кришета. Кижаков. Пяткой на Кришета. Неплохо. Снова Кижаков. Дальше Вицель. Ой-ой-ой. Аккуратно. Контратаку можем получить. Запросто. Дани развернулся. Чистейший подкат. Вицель отрабатывать здесь за всех. А вот в пользу Бенфики. Прессинг, 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 прессинг. Можем, конечно, пролететь с этим прессингом опять. Подача. Горай! Ладыгин. Не выбирался почему-то у меня Горай. Аршавин. Неплохо. Велота. Нет. Не то. Хотя нет, это Дани. Не Велота. Ну и похоже, блин. Я уже их не первый раз путаю. Ну. Трудно отобрать мяч у Бенфики. Трудно. И цель. Опасно! Четвертый мяч могли получить сейчас. Слава богу, не произошло этого. Вицель. Велота. Увидел Халка, но там вратарь. Жулио Сезар. Вышел, забрал. Черт, тебе дери вратарь, а? Ломберц. Ну, выиграй борьбу, Ломберц. Ты же всегда это делал. Киржаков тут прессингует. Александр сегодня много работы. Черновой именно делает. Но все без толку. Накрывает. Постоянно накрывает. Его, а он накрыть не может. Замена. Лима уходит. Бэби. А, Даня не дотянулся. Ох, как пяткой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Под Катей защитник справился здесь. Халка там заблокировали. Ну, как так-то, судья? Куда ты смотришь? Киржаков. Дальше снова Халк. Ну, вперед. Ну, поддержите Халку. Ну, почему Халк один? Ну, почему Халк один? Халк берет на себя. Его просто выталкивают за пределы поля. Судья молчит. Велотта. Бицель. Аршавин. Снова Велотта. Ушел. Пробил. Ну, хотя бы так. Хотя бы какие-нибудь удары, блин. Ну, е-мое. Так, пошли-ка. Супер-атаку. Все в нападении, точнее. Так. Похоже, нам пора. Время идет. Ничего не меняется. Надо рисковать. Ребят, надо играть 4-2-4. Причем... Ашавин так. Халк справа. Вицель Велотта. Пусть они будут, но и в атаку. Рандона надо. Рандона надо. Чтобы подавать. Когда вместо... Нет, Велотта только вышел. Не Дани же менять. Блин, если я заменю Вицеля сейчас. Это просто... Это просто сейчас, ребят. Знаете, сейчас мы пропустим еще 3, я чувствую. У нас в качестве полузащитников Дани и Велотта. Атакующие игроки. Кижаков, Рандон в атаке. Аршавин, Халк. Ой, по краям. Все или ничего. Почему все время тактика сбрасывается? Халк, давай. Подача. Соломон. Вратаря не перепрыгнешь, конечно. Горай тут. Нельзя проигрывать сейчас мяч. Вообще никак. Смольников. На фланге. Рандон получает мяч. Центр играет на Велотту. Халк. Отличная передача. Пустые. Один мяч отыгран. У нас еще 20 минут, ребят. Кижаков отыграл. Забил. Так. Отлично. 1-3. Время немало, но оно еще есть. Рандон. Перехватывает. Оффсайд. Нету оффсайда. 2-3. У нас еще 17 минут, ребят. Там, по-моему, было в сайт. Я что-то не понял немножечко. Ну, ладно. Судья молодец. Ложок не поднял. 2-3. Хуан Велотто. Ты красавчик. У нас еще есть время. Есть, 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 есть. Сразу в прессинг идем. Так же попробуем накрыть, как в предыдущий раз. Халк. Не успевает. Сальвио. Ой-ой-ой-ой-ой. Амарим. Будем забывать, что у нас никого в обороне-то, собственно, нет. Если сейчас Минфика сможет организовать атаку нормальную. Удар. Ладыгин. Красавец. Просто забрасываем вперед. Забрасываем вперед Киржаков. Рандон на подборе. Отлично. Что дальше? Аршавин на Рандона. Здорово. Пятка обратно на Андрея. Андрей. Куда? Неточный пас. Ломберц. Ой, Ломберц. Вообще нельзя ошибаться сейчас. Вообще нельзя. Велотто. Отличный отбор. Играет с Киржаковым. Киржаков. Рандон. Пяткой не прошел пас этот. Халк накрывает. Подбор, подбор. За Зенитом должен быть. Отлично. Смольников. Вынос. Дани. Аршавин. Кришета. Отлично. Получилось. Навес. Рандон. Ну забей же, Соломончик. Ну что же ты так нас подводишь? Смольников. Халк. Нарушение было. Нарушение было. Надо разыгрывать. Нельзя бить. Пять минут остается. Остается пять минут. Два-три. Все или ничего. Да, сзади подкат. Хоть и в мяч. Но сзади. Удар. Ой-ой-ой. Киржаков с левой пробивал. Это не то, что нужно. Три минуты до конца. Вратарь не торопится. Конечно же. Ломберц. Отлично сыграл. Заброс на Киржакова. Александр. Не додавил защитника, к сожалению. Андрей Аршавин здесь в прессинге с Даней вместе. Перехват. Кришета. Не дали ему отправить в передачу точную. Велотто. Видит Халка. Видит Халка. Халк. Не смог уйти от защитника. Добавленное время пошло. Кому бросить? Смольников. Оффсайда нет. Велотто нет. Не продрался. Смольников. Горай уже тут. Аршавин. Кришета. Подача. Рандон не дотягивается. Кришета. Выиграй. Отлично. Халк. Отличный подкат. Нет нарушения. И что? Финальный свисток. Нет. Еще. Еще дает. Нет. Не дает. Все-таки проигрываем этот матч. 2-3. Ну, хотя бы не с позором. Первый тайм был ужасно провален. Да, это тот самый Жулио Сезар, ребят. Первый тайм был провальным со всех сторон. Пропустили 3 мяча. Не забили ни одного. Во втором тайме, когда перестроились 4 нападающих, поджали Бенфику. Причем так конкретно поджали. Жаль, что не удалось забить еще один мяч. Два-то забили, но вот дальше. Ну, вот такая Лига Чемпионов у нас. Да. Обидно. Что тут у нас? Призовой фонд турнира. Спасибо. Халк нам говорит. Ну, понятно, что он должен был играть. Да. Приз Динамо следующий матч. Я хочу посмотреть, что у нас там в Лиге Чемпионов. Так, подожди, подожди, подожди. Ну да, Бенфика получается на первом месте 4 очка. Монако с Байером в ничью сыграли. Для нас самое то. Мы пока что на втором месте остаемся. И впереди 2 спаянные встречи, по идее, с Монако. Но прежде у нас по календарю игра против московского Динамо. Тут нам в новостях пишут, что Гарай не оставил о себе приятных воспоминаний. Ну и да, увидимся в следующей серии, ребят. Спасибо, что смотрели. Если понравилось видео, ставьте лайк. И если есть что написать в комментариях, пишите. Ну и в следующей серии матч с Динамо тоже непростой. Всем пока.